Действительно, сегодня давайте чуть-чуть поговорим о новом шекспироведении. Не часто случаются такие события, но вот в конце прошлого месяца целая группа известных прославленных шекспироведов выступила с таким заявлением коллективным. Они подготовили новое издание сочинений Шекспира, The New Oxford Shakespeare. И вот как бы предваряя его выход, оно на самом деле еще даже не вышло в свет полностью. Они заявили, что ими расширен шекспировский канон. Ну, чтобы мы с вами себе представляли. Значит, вот до этого времени к числу шекспировских пьес относилось 38 работ. 36 из первого фолио и еще две пьесы, которые не были туда включены, но которые впоследствии были так вот достоверно атрибутированы Шекспиру. Это, собственно говоря, две поздние трагикомедии Перикл и Два благородных родича. Долгое время многие ученые писали, что, пожалуй, все-таки Шекспир и к другим пьесам тоже мог приложить руку. Ну, вообще, надо сказать, что в XVI веке, да еще и в XVII, соавторство было самой обычной, самой распространенной практикой. Более того, можно совершенно точно утверждать, что Шекспир занимал особенное место в ряду других английских драматургов, потому что очень много пьес написал один, как бы сказать, вот без всякой посторонней помощи. Это было связано с целым рядом факторов, ну, прежде всего, с тем, что ему посчастливилось вступить в труппу актеров. Они называли себя сначала слуги лорда Камергера, а потом, после того, как в 1603 году умерла королева Елизавета, соответственно, сменилась династия, они стали называться слуги короля. И вот они были такой независимой труппой, они сами были владельцы своего предприятия, то есть своего театра, ну, на то время в Глобуса. И это обеспечивало им известную долю независимости. И поскольку Шекспир был очень популярным автором, и пьесы его всегда приносили успех, то его товарищи-актеры и не навязывали ему в помощь никого. Вот это соавторство, как правило, устраивалось для скорости. Дело в том, что в то время зритель постоянно требовал новых пьес. То есть доходило до того, что труппа могла ставить по 20 пьес в месяц. Понимаете? Может быть, там чуть меньше, но буквально неделя пьеса, неделя пьеса. То есть постоянно требовался материал. И, конечно, учитывая, что круг пишущих был довольно невелик, им приходилось работать с огромной скоростью. И вот такие творческие союзы, когда два, три человека, четыре человека объединялись для того, чтобы быстро-быстро-быстро сделать пьесу, вот это все было абсолютно в порядке вещей. Вот многие сегодняшние историки сравнивают ситуацию в английских театрах конца 16-го, начала 17-го века с сегодняшним Голливудом, где тоже, в общем, много времени на создание фильмов, даже блокбастеров, даже очень бюджетных фильмов не тратят. Стараются как можно быстрее, как можно скорее вложенные деньги окупить. Ну, там была примерно такая же история. Вот. И поэтому, разумеется, подозрения в том, что Шекспир мог поучаствовать в каких-то пьесах еще, они были всегда. И круг этих пьес, ну, тоже как-то более-менее считался устоявшимся. Ну, например, вот есть пьеса, она, правда, известна тем, что она ни разу не была сыграна. Она называлась «Сэр Томас Морр», была посвящена известному английскому, ну, прежде всего, гуманисту, писателю, но и политику. И эту пьесу зарезал Цензор. Она была написана двумя драматургами. Вот, значит, Цензор сказал, что нет, мы не можем изображать на сцене никакие народные волнения и восстания. А по сюжету там именно об этом шла речь. Там Морр успокаивал восставших жителей Лондона. И тогда обратились, это такая гипотеза, это не доказано, но гипотеза, считается, веско обратились к Шекспиру с предложением, ну, как бы, переработать ее, сделать так, чтобы Цензор успокоился. Дело в том, что в ранних пьесах Шекспира, в его знаменитой первой тетралоге, да, это четыре исторические хроники. Три из них — это три части Генриха VI, а четвертая — это Ричард III. Вот там как раз во второй части Генриха VI Шекспир изобразил, ну, по сути дела, восстание бедноты под предводительством Джона Кеда. И поскольку ту пьесу поставить разрешили, то вот, как бы, считалось, что Шекспир может. И действительно, в сохранившуюся рукопись был добавлен значительный фрагмент. Там и другие драматурги тоже еще, как бы, добавили что-то свое. Всего эта рукопись, она содержит пять почерков. Вот почерк D — это как раз почерк, который считают почерком Шекспира. Это вот единственный такой настоящий большой автограф, который у нас остался от того времени. Остальные образцы его почерка — это шесть подписей, которые он оставил на разного рода документах. Вот, ну и, вот, значит, вот, пьеса о Томасе Море, там, хроника Эдуард III, комедии «Мусидор». И целый ряд, там, таких малоизвестных русскому читателю пьес, которые, ну, тоже, вот, как бы считались вроде бы, вроде бы. Но это вот все, как бы, считалось. В чем значение вот этого недавнего события, о котором я рассказываю? Значит, вот эта группа ученых, там 23 человека из разных стран, из Великобритании, из Америки, из Австралии, под руководством четырех, так сказать, вот, главных редакторов, среди них такой знаменитый, как Гэри Тейлор, один из соиздателей предыдущей версии Оксфордского издания текстов Шекспира. Вот они подвергли весь массив Елизаветинской драматургии статистическому анализу с применением самых-самых новых компьютерных программ. Не знаю, пустили ли они в дело нейросети. Ну, в общем, вот как-то они уверены в том, что они говорят. И они теперь говорят, что вместо 38 пьес мы теперь должны считать шекспировскими 44. 44. Но это еще не все. А из этих 44, оказывается, 17 были написаны Шекспиром в соавторстве с другими авторами. Вот, действительно, это неожиданно. Это ново. Мы знали, что поздние пьесы, вот некоторые поздние пьесы, вот того же Перикла, тех же двух родичей, Шекспир действительно писал в соавторстве. Это, в общем, практически установленный факт. Мы знаем, что была еще пьеса, а неизвестно только, что она была, что ее играли. Она называлась «Корденио» и была посвящена эпизоду из романа Сервантеса «Дон Кихот». Не знаю, вот это обычно как-то так. Ну, кто не знает, тот просто про это не думает. Но ведь Сервантес и Шекспир были современниками. Первый том «Дон Кихота» по-испански в Мадриде вышел в 1605 году, а Шекспир умер в 1616. И «Дон Кихот» сразу стал настолько знаменит, что он разлетелся по всей Европе. И, конечно, англичане знали испанскую литературу, любили ее, очень многие читали ее в оригинале. А в 1611 году был сделан английский перевод, вот этой самой первой части. А в 13-м появляется пьеса под названием «Корденио» за авторством Шекспира и Джона Флетчера. Это такой его помощник. Он потом стал вместо Шекспира как бы главным драматургом труппы. Вот. И как бы вот все-все-все мы это знали, гадали. Вот теперь приходится считаться с таким интересным фактом, что шекспировский канон значительно расширился. Но сегодня я бы хотел поговорить не о том, как он расширился, а о том, как расширилось количество соавторов Шекспира. И вот, в частности, вот, может быть, главное, может быть, самое интересное открытие, вот, связанное с этим заявлением, это то, что вот те самые три части Генриха VI, о которых я уже упоминал, оказывается, как теперь мы должны считать, были написаны Шекспиром в соавторстве с Кристофером Марло. И это очень знаменательный факт. И вот он действительно по-настоящему интересен, и вот он действительно в наибольшей степени меняет наше представление о Шекспире и о характере его раннего этапа. Дело в том, что мы про ранний этап творческой биографии Шекспира знаем очень мало. Он явился в Лондон, мы даже не знаем, в каком году, никому неизвестным человеком. И репутацию себе зарабатывал несколько лет. И по-настоящему его стали узнавать, признавать и превозносить только в конце 1590-х годов. Ну вот, 98-й год – это такой вот для него рубежный год. Впервые, это, кстати, не только в его биографии, а впервые во всей истории английской драматургии того времени пьеса вышла с указанием имени автора на обложке. Надо сказать, что пьесы совершенно не считались литературными произведениями в ту эпоху. Да, но это то же самое, как вот если мы сегодня с вами возьмем любой известный голливудский фильм и спросим, а кто писал сценарий? А бог его знает, какая разница, да? Мы же как бы фильм смотрим, а не... Вот, то же самое и там. То есть пьесы принадлежали тому, кто их заказывал. Либо труппе актеров, вот как вот было в случае с Шекспиром, либо там специальному человеку, который владел театром и мог нанимать драматургов, актеров и так далее. Были и такие. Вот, и в этом смысле вот весь этот вот ранний этап складывания, как сказать, профессии драматурга-литератора, вот он весь для нас очень малопонятен. Там масса разрозненных сведений, но нет какой-то такой вот единой общей картины. Никому не приходило в голову это записывать, это как бы то ни было фиксировать, и сегодня приходится все это восстанавливать очень-очень по отрывочным и порой косвенным сведениям. Значит, вот портрет вы видите, да? Это, собственно говоря, не Кристофер Марла. Это портрет, который был в середине 1950-х годов, ну, как сказать, не то чтобы обнаружен, а замечен на стене одного из таких вот парадно-обеденных холлов в Кембридже, в колледже «Корпус Кристи» в колледж, колледж «Тело Христово», где, собственно говоря, в давние-давние времена, а именно в 1580-х годах учился Кристофер Марла. И вот если мы присмотримся, мы увидим там дату в правом углу. Ну, это 1585 год. Соответственно, Марла в 84-м получил степень бакалавра искусств, а в 87-м, соответственно, магистра искусств. То есть как раз вот 85-й год – это то время, когда он был в колледже и когда он там что-то такое вроде бы как учился. На самом деле, судя по всему, не так уж он много и учился, но дело не в этом. Вот, и на этом основании было решено, что вот такой прекрасный молодой юноша, кстати, заметьте, в очень роскошном одеянии, а это показатель того, что это юноша знатный, и при этом анонимный, не подписанный никак, решили, что он хорошо подходит на роль Марла, да, пусть вот мы его себе визуально будем представлять вот таким. Но это абсолютно нормально. Подписанные портреты тогда писали только с знатных лиц, а вот все остальные, они для нас существуют как портрет мужчины и там портрет юной девушки, все. Значит, что о нем известно, чем он примечателен? Этот человек ровесник Шекспира, он его чуть-чуть старше на один месяц. Вот Марла родился 23 февраля 1564 года, а Шекспир, соответственно, по традиции считается 23 апреля на два месяца. Я соврал. Вот, значит, 23 апреля 64 года. Но вот судьба у них удивительным образом как бы и похожая, потому что оба в конечном итоге попали в театр, да, и оба писали пьесы, и оба прославились, как в драматурге. А с другой стороны, конечно, очень разная. Ну, про Шекспира мы с вами более-менее себе представляем. Он был сыном мастера перчаточных дел, причем отец его был человек, особенно вот в юные годы Уильяма Шекспира, он был человек зажиточный, он был человек влиятельный, он входил в городскую, так сказать, верхушку, администрацию, одно время даже занимал пост билифа, то есть, по сути дела, был таким мировым судьей, главным человеком в городе. Вот, а отец Марла был человеком чуть более скромным, но чуть. Он был мастером цеха башмачников. Да, вот говорят, что Марла сын сапожника. Ну, как бы, да, но это сапожник в таком, в средневековом смысле слова, да, то есть он член гильдии, он на самом деле вовсе не бедняк. Но, тем не менее, любопытно, что если Шекспир, скорее всего, пошел в школу, как и было положено в то время, там, лет в 6-7, а будучи сыном билифа, он имел право на бесплатное обучение, это, конечно, важно, и школа в стратспорте была очень такая хорошая, известная, о ней мы довольно много знаем. Вот, то Марла за учебу взялся поздно, ему было уже почти 14 лет, да, и если, скорее всего, Шекспир прошел, ну, какой-то там более-менее полный курс, ну, в школах того времени не было, вот как сейчас, строго обязательной программы, там, вот сколько-то лет, сколько вот у родителей есть денег и времени терпеть, что у них ребенок будет не работать, а учиться, ну, вот столько они его в школе держат, а в случае с Марла он нет, он в 70, 1579 году идет в школу, или, по крайней мере, к этому времени, вот он там вот только-только устраивается, а уже в 80-м году осенью поступает в Кембридж, и школьное образование, и университетское, он получил, так сказать, на благотворительную стипендию. Вообще, надо отметить, что в Тюдоровской Англии, в Англии 16 века, с образованием произошла самая настоящая революция. Мы не очень много об этом, об этом не очень широко известно, но вот это так, да, вот гуманизм в Англию пришел прежде всего в виде реформы школьного образования. Вот первые английские гуманисты, священники, люди, думавшие не о театре, не дай бог, там, не о поэзии, а о Христе, да, о том, чтобы лучше, как бы, лучше понимать священные тексты, чтобы вернуться, как бы, вот к истокам христианского учения, чтобы своими глазами посмотреть на греческий текст Евангелия и понять, что там написано. Вот эти люди привезли из Италии в конце 15-го, в начале 16-го века новые учебные программы, вот само новое отношение к образованию. И поскольку они считали, что ученость – это путь к добродетели, то после того, как в Англии произошла реформация, после того, как страна освободилась от такой вот духовной опеки римской католической церкви, то было вот на уровне монарха решено, что в этом образовании нуждаются все англичане. И по стране было открыто огромное количество школ для мальчиков из простых семей. Ну, конечно, говорить о том, что все поголовно в Англии стали грамотными, разумеется, не приходится. Вот школа в Кентербери, где жил и куда ходил Марла, вмещала всего 50 учеников. Но огромное, невиданное ранее количество простых людей, не связанных с церковью, получали светское, гуманистическое, такое добротное, классическое, филологическое образование. Они читали древних авторов, прежде всего, на латыни, и Марла был переводчиком с латыни. А Шекспир, в свою очередь, бегло читал в того же Овиде. Вот Марла перевел в сборник его любовных элегий. Вот. Они учились разбираться в греческом тексте, а главное, они обучались риторике, они обучались красноречию, они обучались профессиональному владению словом. И, разумеется, вот тот приток образованных, остроумных, начитанных людей на английскую сцену, на лондонскую сцену в конце XVI века – это прямое следствие влияния гуманизма в Англии. Вот прямое следствие вот этой широкой образованности, которая вдруг стала доступна для людей, прежде никогда не претендовавших в такую роскошь. Потом, кстати, после XVII века, после революции, ситуация стала хуже. Это вот такой хорошо известный факт. Вот. И, видимо, уже в университете Марла поступил на службу в тайной полиции. Образованные люди были нужны везде, в том числе и для всякого рода таких дипломатических поручений, требующих, ну, там, особых навыков, а может быть и не вполне, там, приличных, честных и так далее. В общем, что мы про это знаем? Мы знаем, что Марла был близок с братом такого вот могущественного Фрэнсиса Олсингема, это такой приближенной королевы, который как раз-таки отвечал, как бы мы сегодня сказали, за внешнюю разведку. Еще мы знаем, что в середине 80-х годов Марла хотели исключить из университета за то, что он, ну, в общем, не ходил ни на какие занятия, вообще вел какой-то подозрительный образ жизни. И из тайного совета пришла бумага, значит, в которой было сказано, что Марла верный сын церкви, верный подданный королевы, и, пожалуйста, оставьте его в покое. И только после вот этого напоминания из высших политических кругов Марла дали вторую степень. Но, несмотря на все это, он увлекся театром. И действительно, вот Марла стал, это очень важная фигура для истории английского театра, и, кстати, сказать, для творческой биографии Шекспира, потому что Марла создал нового героя. Вот он автор нескольких трагедий. Значит, вот две части Фетамирлана Великого, соответственно, Мальтийский еврей, Эдуард II, Парижская резня, и, конечно, знаменитый доктор Фауст. Вот Марла первый человек, который обработал, литературно обработал историю о докторе Фаусте. До этого эта история существовала в виде такой народной книги, очень дидактической, очень наставительной, и, в общем, не очень интересной. А Марла вот вывел героя, который предъявил какие-то вот невиданные доселе претензии человеческого духа на максимальное познание. Вообще, вот что главного он сделал для английской сцены? Он представил героя, который заявляет о безграничности своих требований, своих желаний. Такого прежде английская сцена, весьма богатая, опять же таки, дидактикой, наставлением. Все-таки за плечами у английских актеров к этому времени было как минимум 200 лет существования английского религиозного театра в виде мистерий, моралите, мираклей и так далее. Вот как раз поколение Марла переработала вот эти все старые прежние традиции и создала драму, которую потом так мощно прославил Шекспир. Вот. И вот Марла выводит каких-то удивительных героев, да? В Тамерлан. Ну, понятно, это такая экзотическая фигура, он сам по себе привлекает внимание, но он еще и удивительный герой, потому что он приходит из ниоткуда, он пастух, он скиф. И он, значит, вот приходит на земли всякого рода восточных правителей, там всяких султанов, шахов, царей, ну, там Марла собрал целый-целый пул такого рода и заявляет им, что они все должны ему подчиниться. Ну, он их не то, что как бы в одной комнате собрал, он с каждым из них встречается, так сказать, ну, по ходу своего такого победоносного движения. И он им всем говорит одно, что не вздумайте мне сопротивляться, не вздумайте мне противостоять. Я пришел, чтобы вас всех, ну, как, смести с лица земли. И действительно, вот обе части посвящены тому, как Тамерлан идет от победы к победе. И никто, вот, сколь угодно могущественные цари, султаны, шахи, падишахи и так далее, никто не может с ним ничего сделать. И вот Тамерлан практически никак не объясняет, а, собственно говоря, откуда у него такое право, а кто его ведет, а вообще, ну, с чего он взял, что ему это все можно. Да, вот сам герой говорит, что ему вот эту вот такую судьбу напророчили звезды. И можно было бы сказать, что это веское объяснение, потому что, ну, действительно, астрология в то время была очень важной наукой, и ей очень многие занимались. И как бы, если уж звезды сказали, то ладно, так и быть. Но беда в том, что никто, кроме самого главного героя, этих звезд не видел. Да, то есть, понимаете, вот Марла выводит персонажа, который, как бы, вот говорит, я хочу власти, и я ее возьму. И, так сказать, вот никто не сможет меня остановить. И в этой пьесе так, собственно, и происходит. Его в конечном итоге, ну, что ли, одолевает время. Он спокойно доживает до старости и умирает, жалея о том, что сын его родной не унаследовал. Проследовал вот такой же волик-властик, какой обладает он сам. Ну, и другие персонажи Марла, в общем, ведут себя точно так же. Это все маргиналы. Это все люди из ниоткуда. Незнатные, не облеченные властью. Мальтийский еврей, да, ну, уже по самой своей национальной принадлежности, он изгой в христианском обществе. И как к изгою к нему относятся. И он все мстит. Мстит страшно. И он запускает там целую цепочку всякого рода убийств. И в конце концов вообще задумывает погубить всех, да, кто там на этой самой Мальте есть. И только случайность не дает его страшным планам осуществиться. Доктор Фауст. Точно такая же фигура. Фигура, ну, такого шкалера, которому не то чтобы надоело учиться, а он видит, что учеба его не приближает к цели. А цель у него ровно та же самая. Безграничное могущество. Ну, в его случае такое, с оттенком интеллектуальным. И то же самое, он идет на меры совершенно невозможные для обычного человека. Он вызывает дьявола и подписывает с ним контракт. И, соответственно, вот тем самым раздвигает свои возможности. Ну, потом, разумеется, ему за это приходится расплатиться. Вот. И Шекспир очень многое берет у Марла. И он очень многому у него учится. И что интересно, Марла – единственный поэт, современный Шекспиру, которого Шекспир процитировал в своем творчестве. Вот. А Марла, называя его печальным пастухом, ну, тут имеется в виду пасторальная традиция, то есть это такой романтичный влюбленный, да. Значит, вот о нем вспоминают герои комедии Шекспира, как вам это понравится. И вот мы точно знаем, что между ними существовало соперничество. В том же самом Генрихе VI, в третьей его части, там один из персонажей, который раньше никак не выделялся на общем фоне, герцог Глостер, будущий Ричард III, да, он внезапно, вот внезапно, да, загорается мыслью. Он говорит, ну, там, собственно говоря, понятно, что вот в Генрихе VI рассказывается об Англии времен войны, алые белые розы, то есть это такая феодальная расприя, два дома, Йорки и Ланкастеры, вот они сошлись в непримиримой войне, уже как раз в третьей части, это уже такая война-война, уже полностью на уничтожение. И Глостер понимает, что, в общем, вот дом Йорка, в котором он принадлежит, одерживает верх, и скоро война будет окончена. И его старший брат Эдуард, он станет королем Англии. И вот этот самый Глостер думает, а что я делать-то буду? Все они как бы разойдутся по домам к женам и к детям, о меня, о Глостер мы помним с вами, и Горбат, и уродлив. Кто же, кто полюбит? Никто. Следовательно, чем буду занят я? Как бы места нет в мирной жизни. Следовательно, говорит он, моя война не кончилась. И внезапно на наших глазах высказывает желание захватить трон. Абсолютно вот как бы никаких прав на это не имея. Совершенно такой марловианский как бы ход, да, но гораздо более тонкий, гораздо более сложный. Шекспир недаром учился у Марла, он ему не просто подражал, он его старался превзойти. И вот в этом смысле Ричард III очень яркая фигура, которая, конечно, сопоставляется вот с воровой из мальтийского еврея. И это более страшный злодей, и более коварный, и более амбициозный. И мы видим вот насколько Шекспир углубляет вот те возможности, которые открывает Марла. Вот, и вот словом, тот факт, что оказывается над этими пьесами они работали вместе, он, конечно, вот заставляет нас совершенно по-новому взглянуть на эту историю. И вот, к сожалению, эти новые работы еще не вышли. Я даже не могу вам сказать, что что написано. Но все-все шекспироведы в ожидании, в предвкушении и ждут много интересного. Ну, наверное, вот на этом я закончу. Спасибо.